актер, имя которого золотыми буквами вписано в историю отечественного театра и кино. В это трудно поверить, но когда-то в нем не видели ни особого таланта, ни внешней красоты. Настоящая слава пришла к нему только в 43 года. На сцене он играл Гоголевского Хлестакова, французского короля Людовика Великого, Басова в «Дачниках» и многих других. В кино предстал в образе наглого и самоуверенного Самохвалова, в служебном романе, скромного Бузыкина, в осеннем марафоне, интеллигентного, трогательного, мягкого, Платона Рябинина, в вокзале для двоих и Воланда, в «Мастере и Маргарите». У него россыпь ярких образов, работа с лучшими режиссерами, и все же в мемуарах он написал горькое. Оглядываясь на прожитые годы, жаль, бездарно прожил. Олег Басилашвили родился в 1936 году в Москве. Его мама была доктором филологических наук, отец – директором Московского политехникума «Связи». В 1941 году глава семьи отправился на фронт, а Олег с мамой уехали в эвакуацию в Тбилиси. Все, что запомнил о тех годах актер – непроходящее чувство голода. Вернуться домой семье удалось через два года. Учеба в школе давалась Олегу нелегко, особенно точной науке. Вплоть до 11 класса он перебивался с двойки на тройку. Игра на виолончели, на которой настаивала мама, тоже не доставляла ему никакого удовольствия. Олег Валерьянович с улыбкой вспоминает. Его страдания разделяли соседи. Зато мальчик охотно занимался в кружке самодеятельности и играл в школьных спектаклях. Однажды, побывав с мамой в театре, Олег твердо решил, что станет актером и уверенно шел к своей цели. Окончив школу, Басилашвили с первой попытки поступил в школу-студию МХАТ. В стенах вуза Олег познакомился с Татьяной Дорониной. Независимая, гордая, сильная, твердо знающая себе цену. Одна из первых красавиц курса. Никто не мог понять, что она нашла в интеллигентном скромном тихоне. А она влюбилась. Родители Басилашвили, напротив, считали, что Татьяна, девушка из простой рабочей семьи, не пара их сыну. Забегая вперед, они так и не смогли принять ее в семью. На третьем курсе пара официально оформила отношения. После окончания вуза талантливую Доронину отправили в столичный МХАТ. А Басилашвили в Сталинградский областной драматический театр имени Горького. И вот Доронина, доказывая свою любовь, отказалась от работы во МХАТе и отправилась вслед за мужем. А вскоре из города воинской славы на Волге Олег уехал на съемки в Муром. Через некоторое время Татьяна решила сделать мужу сюрприз. Приехала его навестить. Там она узнала, что у Басилашвили роман с коллегой. После этого у Татьяны и Олега все уже было по-другому. Но все равно было. Сначала Дорониной удалось получить для себя и для мужа место в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, позже в Большом драматическом театре имени Максима Горького. Георгий Александрович Товстоногов позже вспоминал, как к нему в кабинет пришла молодая красивая девушка в простеньком платье и уверенно заявила «Я перейду к вам только в том случае, если вместе со мной вы возьмете и моего мужа». Повидавший многое режиссер был настолько поражен, что даже не стал спорить и взял обоих. Театральная карьера Дорониной складывалась удачно. Басилашвили же доставались только небольшие второстепенные роли. В какой-то момент он даже решил уйти из театра. Но Георгий Александрович его остановил. Он убедил актера в том, что его время еще придет. Тем временем театральная карьера Дорониной набирала обороты. Вокруг нее постоянно плелись интриги. Актриса вынуждена была защищаться. Ее характер стал меняться. По словам Басилашвили, не в лучшую сторону. Никто не понял, почему они развелись. Но Олег Валерьянович уверен, это было к лучшему. Позже он скажет, когда мы разошлись, я вдруг понял, что освободился от этого гнета. Через три года Татьяна вышла замуж и переехала в Москву. А Олег стал одним из ведущих актеров театра. Первой его заметной работой стала роль ученого-неудачника Феликса в спектакле «Еще раз про любовь». Потом актер блестяще исполнил роль Хлистакова в «Ревизоре». После чего Товстоногов стал приглашать его в крупные постановки. «Горе от ума», «Три сестры», «Дачники», «Тихий дон», «Дядюшкин сон» и другие. Сотрудничество с Большим драматическим театром стало для Басилашвили очень плодотворным. Он сыграл множество замечательных ролей. Кинокарьера актера пошла в гору после роли Лохновского в «Вечном зове». После этой работы режиссеры заметили Басилашвили и буквально засыпали предложениями. Всесоюзная слава пришла к Олегу после роли Самохвалова в «Служебном романе». Далее были не менее яркие работы в фильмах «Осенний марафон», «Вокзал для двоих», «Противостояние», «Предсказания», «Дело», «Небеса обетованные», «Сны», «Мастер и Маргарита», «Вербное воскресенье», «Не ждали» и других. Стоит отметить, что именно Басилашвили Эльдар Рязанов пригласил на роль Ипполита в картину «Ирония судьбы» или «С легким паром». Но актер отказался, уехал на прощание с отцом. Рязанов ждал его несколько месяцев и до последнего надеялся. Всего на счету Олега Валерьяновича более 150 ролей. Он признается, сейчас предложения по работе поступают к нему крайне редко. И это не те роли, которые ему хотелось бы сыграть. Второй супругой актера стала журналист Галина Мшанская. В этом браке у Олега Валерьяновича родились две дочери – Ольга и Ксения. Он счастливый дедушка двоих внуков – Мариники и Тимофея. Актер по-прежнему играет в театре. Много лет дружит с Алисой Фрейндлих, а все свободное время проводит в кругу семьи.